Привет! Сегодня мы начнем создавать игру наподобие хэдсокер, в которой у нас есть два человечка и есть мяч, в котором мы можем управлять человечками и забивать друг уголы. В чем сложность этой игры? Для начала нам нужно реализовать физику мяча, правоподобную, а после этого мы уже займемся, соответственно, реализацией всех остальных функций. Итак, для того, чтобы реализовать физику мяча, мы создадим отдельный класс физики, в котором будем делать просчеты определенные, которые помогут нам плюс-минус сделать реальную физику нашего 2D мяча. Для этого я создал новый класс, создаю конструктор. Что у нас будет в этом классе? У нас будут переменные, отвечающие за гравитацию, переменные, отвечающие за ускорение, с помощью которых мы будем просчитывать гравитацию. Также теперь в конструкторе мы должны обнулить гравитацию и задать определенное значение нашему ускорению, переменной, которая отвечает за ускорение. Далее нам нужны будут две функции для реализации всего физического компонента. Первая будет это ApplyPhysics, которую мы будем вызывать непосредственно в апдейте. А вторая функция будет отвечать за просчет всей необходимой физики и назовем ее CalculatePhysics. И, конечно же, вторую функцию будем вызывать в первой. Так, теперь идем дальше. Создадим еще одну переменную, которая будет отвечать у нас за координаты нашего объекта. То есть компонент физики мы планируем привязать, будем привязывать к каждому объекту. То есть у нас будут два игрока, соответственно, двух игроков будут свои компоненты физики. Для этого нам нужно создать просто точку типа float, в которой будем хранить x, y. Назовем эту переменную Position. Также в конструкторе мы обнулим эту переменную. Значе, не обнулим, а зададим ей просто дефолтные значения. Теперь идем дальше. Реализуем пока что банальный пример гравитации, который я приводил уже в видео, где мы делали floppy bird. Для этого мы просто для позиции y будем прибавлять гравитацию. Прибавлять, потому что у нас увеличивается y вниз, как раз таки нам и нужно двигаться вниз. И гравитацию будем увеличивать на наше ускорение. То есть это будет что-то подобное, будет похоже на вот эту физику. Теперь создадим класс Entity, то есть сущность, от которой мы в дальнейшем, скорее всего, унаследуем нашего игрока Player, в котором, точнее, наш класс Player, в котором мы уже отдельно будем реализовывать все фичи нашего игрока. Для этого в классе Entity мы создаем, конечно же, переменную, отвечающую за физику, которая будет привязана конкретно к этому, к этой сущности. В конструкторе мы создаем новый экземпляр класса Physics. Затем нам нужно подгрузить для этой сущности ее спрайт, который будет отображать ее. Для этого мы создаем переменную Image и назовем ее Sprite. Теперь, позже, в конструкторе мы будем подгружать ее уже с рабочего стола. Картинку на сам мяч, сейчас мы будем позже реализовывать мяч. Картинку на сам мяч я оставлю в описании. Теперь здесь указываем просто путь, в котором у нас лежит наша картинка. В моем случае это просто рабочий стол и сама картинка. Также я ее сразу очистил от белого фона, чтобы он не мешал нам и не портил отображение нашей игры. Так, теперь я указал путь. Идем дальше. Теперь переходим в нашу форму. Увеличим для начала наше игровое поле. Добавим на него таймер, с помощью которого мы реализуем нашу функцию Update. Теперь добавим функцию Init, в которой будем произвести инициализацию нашей игры. И вызовем ее в конструкторе формы. Теперь здесь нам нужно задать определенные настройки для таймера. Интервал, допустим, попробуем поставить пока 50. Также добавить функцию Tick, которая будет у нас обрабатывать, вызываться каждые 50 миллисекунд. Эту функцию мы назовем Update и создадим ее через помощника. Затем будем вызывать Invalidate, с помощью которого мы будем перерисовывать наш холст на форме. Теперь добавим события OnPaint, в событиях формы. Где-то переходим в события и ищем функцию OnPaint. Точнее Paint, просто Paint. Вот мы ее нашли и создаем новую функцию, назовем OnPaint. Нажимаем Enter, нас переносит уже на наш скрипт, где мы закинем графику из аргументов в графику. Теперь возвращаемся к классу Entity и напишем там функцию, которая будет отвечать за отрисовку конкретной сущности, то есть ее спрайта. С ее координатами. Назовем ее и будем, конечно же, передавать в нее графику G. Для этого мы просто вызовем функцию из графики DrawImage и передадим туда наш спрайт. И возьмем оттуда координаты, которые лежат в компоненте физики. Сперва мы укажем x, y через Position. Затем нам нужно указать размер нашего спрайта. Для этого мы создадим отдельную перемену, которая будет хранить наш размер. Перемена будет типа Size. Назовем ее просто MySize. Инициализацию этой перемены мы будем производить в конструкторе Entity. Конечно же, мы будем передавать туда аргументы нашего размера, чтобы для каждого спрайта был определенный размер. И в функцию DrawImage передаем ширину и высоту нашего спрайта. Отлично. Теперь переходим в форму и будем вызывать отрисовку нашего мяча. Для этого мы создадим переменную типа Entity, которую назовем Ball, соответственно, мяч. Сейчас он сругается на несогласованность по доступности. Это все потому, что нам нужно сделать класс Entity публичным. И класс Physics тоже сделаем сразу публичным, чтобы в дальнейшем не возникало никаких проблем. Возвращаемся на нашу форму и в функции Init мы создаем новый экземпляр класса Entity. И перейдем туда Size. Допустим, 50 на 50. Так как у нас мяч находится в квадратных рамках, так сказать, мы будем делать его квадратным, отрисовывать. Точнее, территорию его отрисовки будет квадратная. Теперь функцию Empate мы вызываем DRAW спрайт для нашего мяча и перейдем туда графику. В функции Update мы будем вызывать функцию Apply Physics у компонента физики нашего мяча. Запустим наше приложение, точнее, игру. Смотрим, что у нас пока с мячом ничего не происходит. Это все потому, что мы забыли начать наш таймер. Прописываем таймер 1 Start, запускаем проект. Смотрим. Мяч у нас двигается, ускоряется, но выглядит это пока не очень плавно. Поэтому мы сменим интервал до 10. Смотрим, теперь мяч падает очень плавно и довольно-таки красиво. Теперь изменим размер нашего окна на 800 на 600, чтобы было удобнее. Теперь идем в скрипт физики. И функции Calculate Physics мы должны сделать проверку на касание пола. Для этого мы просто напишем, если позиция по у меньше 600, то мы выполняем расчет гравитации. Попробуем уменьшить до 500 и посмотрим. Видим, мяч у нас останавливается в определенной точке. Как вы можете заметить, мяч у нас еще мерцает. Это связано с тем, что мы не включили двойную буферизацию у нашей формы. Поэтому идем в настройки в свойства нашей формы и включаем двойную буферизацию. Еще раз запускаем. Смотрим, что теперь мяч у нас не мерцает. И останавливается в точке касания. Теперь попробуем еще чуть-чуть поменьше поставить значение. Касание пола. Для этого попробуем поставить 490 и запустим наш проект. Запустим проект. Точнее вернем на 500 и запустим проект. Смотрим вроде как выглядит нормально. Теперь напишем функцию addForce и назовем ее с помощью которой мы будем давать некий импульс нашему объекту. В эту функцию мы будем передавать аргумент с силой толчка. Будем обнулить гравитацию, а затем изменять значение ускорения, чтобы оно шло вверх. Таким образом. Теперь функции просчета физики мы должны проверить. Если у нас скорость не равна нашей дефолтной скорости 0.4, мы будем возвращать это значение к этому значению. То есть у нас а не равно 0.4, поэтому будем возвращать прибавлением к этой переменной. Теперь создадим кнопку, на которую мы привяжем обработку, точнее толчок нашему мячу. И просто вызовем через myphysics addForce и закинем туда 0.5. Значение 0.5. Нажимаем. Выглядит это пока не очень. Но именно так я реализовал эту физику в Flappy Bird. Как вы могли видеть, сейчас я нажимал на кнопку, у нас ничего не происходило, потому что мяч достиг пола. Это, конечно же, неверно. Нужно подумать, как это исправить. Итак, скорее всего, для того, чтобы исправить эту проблему, нам нужно проверять, есть ли что, выполнять прощет физики, есть ли у нас перемена y меньше 500, или значение a меньше 0. Мы нажимаем на... Когда у нас мяч уже призывился, нажимаем на кнопку, и у нас дается импульс мячу. Отлично. Вот мы можем несколько раз нажимать, и у нас будет этот импульс продолжаться даваться, образно говоря. И, конечно же, заменим какое-то конкретное значение на значение перемена, которое мы как раз-таки туда передаем. Запустим программу, нажмем button1, и мяч у нас улетел. Это все потому, что я передал слишком большое значение в эту функцию. Попробуем уменьшить его в два раза. Нажимаем, и это значение все равно великовато. Уменьшим еще немного. Ставим 0,2. Так, теперь идем в скрипт физики и добавим ему новую перемену, которую мы назовем импульс. С помощью нее мы будем реализовывать отскок мяча от нашего пола. И в конструкторе мы сразу зададим это переменное значение минус 15. Теперь нам нужно проверить, если у нас позиция Y больше 500, либо же A больше 0, ну, здесь нам надо ориентироваться только на позицию Y, поэтому мы добавляем это еще раз в условие. Если позиция Y больше либо равно 500, нам нужно сделать оскок мяча от пола. Как мы будем это делать? Мы то есть уже проверили, мяч находится уже на полу теперь нам нужно проверить, если импульс, точнее его модуль больше, допустим, одной сотой, то мы продолжаем, будем продолжать действие. Здесь, в этом теле ИФа мы делаем, уменьшаем импульс на 2, так как у нас затухающий затухающий отскок. Попробуем умножить наше ускорение на минус 1 и поделить его на 2, так как мы два раза уменьшаем силу отскока. А если у нас импульс меньше, либо равен одной сотой, то мы возвращаем выпус на минус 15. теперь все-таки уберем умножить на минус 1 и делить на 2 наше ускорение, мы просто сделаем импульс делим на 2 и делаем Эдфорс, перейдем туда А пополам, а в Эдфорс мы изменяем следующим образом. Гравитацию мы умножаем на минус 1, гравитацию делим на 2 и А приравниваем к минус форс фэлю. Теперь, как можете видеть, мячик у нас двигается очень плавно. То есть раньше, если мы в Эдфорс делали гравити 0 и у нас выглядело это немного некрасиво, то теперь мы просто гравитацию должны обратить, скажем так, и поделить ее на 2. Тем самым мы добываемся плавного отскока нашего мяча от пола. Еще раз запустим наш проект, смотрим. Мяч у нас плавно колеблется, точнее, отбивается от пола и плавно затухает его отскоки, импульс отскока. Попробуем поставить немного другое значение нашего импульса, потому что он не останавливается, прыгает бесконечно. Все равно он продолжает скакать. Вернем значение на исходное и просто уберем тело else нашего if, где мы возвращали это значение до 15. Теперь запустим, удалим лишние строчки и запустим проект. Смотрим, мяч у нас скачет и в определенный момент останавливается, то есть, когда у нас уже импульс очень мал, мы останавливаем его отскоки. Теперь добавим движение по иксу, чтобы это было красиво. Для этого создадим новую переменную dx, которая будет отвечать за изменения по иксу, и в функции addForce мы дадим этой переменной значение 0,5. И, соответственно, в прощите физики мы добавим изменения нашей позиции на переменную dx. запускаем проект, смотрим, что когда у нас мяч отбился, у нас начал двигаться вправо. Теперь попробуем это значение в два раза увеличить и еще раз посмотреть, как будет выглядеть эта симуляция физики. Теперь, как можете видеть, я нажимаю на кнопку и у нас она работает пока некорректно, но это мы сейчас исправим. Главное, что у нас адекватно работает отскок от земли и движение по оси х. Вынесем изменение позиции х из проверки, так как она не должна входить в эту проверку. Еще раз просмотрим, все двигается нормально и он останавливается отскакивать в какой-то момент, но по ху х он продолжает двигаться по направлению х, конечно же. Теперь добавим проверку для движения по ху, конечно же. Если у нас он достиг краев, то нам нужно двигаться уже в другую сторону. То есть если мы достигли правого края мы отражаем по ху и то же самое мы делаем если мы касаемся левого края нашего игрового поля. Изменим и будем изменить двиг следующим образом. Запускаем проект. Смотрим мяч двигается. Так что попробую закрыть и просто поменять изначальное значение dx на отрицательное, чтобы он сразу двигался влево. Сделал это сразу же в конструкторе. Допустим, проект. Смотрим. У нас мяч достиг левого края и очень красиво и плавно отразился от нее. теперь вернемся в скрипт физики и попробуем просто чуть-чуть повыше поднять наш сам мяч. Смотрим, мяч аккуратно и плавно двигается к полу. Теперь нам нужно исправить функцию, которая привязана к кнопке. То есть функция addforce привязана к реализации отскока. Поэтому для реализации дополнительного импульса мы создадим новую функцию. Назовем ее немного по-другому. Допустим, это будет addforce quickly. И поменяем эту функцию уже в обработке кнопки. Нажимаем на кнопку. Сейчас мяч становится и нажмем на кнопку. Нажимаем у нас мяч как-то очень слабо поднимает сверх. Для этого мы просто изменим эту функцию вновь. Гравитацию мы будем привязывать к force value умножить на 30. Затем инверсировать эту гравитацию и затем изменять значение нашего ускорения. То есть тем самым мы опять-таки добиваемся плавного изменения импульса. То есть сейчас мы запустим а импульс конечно мы возвращаем на 15 так как нам нужно снова реализовывать отскок. Нажимаем кнопку и видим что у нас мячик снова красиво скачет по нашему полу. Смотрим вот он отскочил и просто теперь проверку поменяем на 750 чтобы он далеко не уходил. Запустим нажимаем кнопку смотрим что мяч у нас очень плавно и красиво двигается даже когда мы придем новую силу. то есть если в видео Floppy Bird я немножко по-другому реализовал там было немножко неплавно и некрасиво это выглядело то сейчас мы можем точнее вы можете принести вот эту реализацию физики уже на Floppy Bird и там она будет плавнее. Теперь добавим два новых точнее изменим немножко два наших условия чтобы сделать затухание по иксу. То есть если мы делали касание делаем касание какой-то из сторон мы должны в первую очередь инверсировать наше DX и затем поделить его на два. Смотрим у нас мяч застревает все-таки когда мы пытаемся коснуться одной из панелей попробуем перенести изменение позиции X после наших проверок запускаем проект нажимаем на кнопку видим что сейчас отразилось но сейчас он снова застрял там так происходит постоянно теперь нужно решить эту проблему еще раз проверяем смотрим мяч отбился но он может при определенных условиях застрять и так для того чтобы пофиксить эту проблему нам нужно просто в условиях проверять добавить точнее дополнительную проверку если в первом случае если DX больше 0 а в втором случае если DX меньше 0 тем тем самым у нас будет это условие выполняться один раз и не будет застревать наш мяч как видите мы нажимаем на кнопку добавляем силу нашу мячу и соответственно я также поменял немного реализацию это force quickly так как я теперь просто плюсую увеличиваю DX на 5 спасибо за просмотр подписывайтесь